Хуба! Привет! С вами доктор Влад. У нас плюс 16. Дождя нет. Даже как-то странно. Даже как-то непривычно. Ну ладно, смотрим. Комментарии. Илона пишет. Здравствуйте, док. Сегодня моему любимому красавцу Киеву. 1540 лет. Он в мешках с песком, в танковых ежах. Весь одет в хаки, но свободный и улыбчивый. Даже на блокпостах. Я поздравляю Киев. Поздравляю всех киевлян и Илону. Конечно. Так, что тут еще? Брониус. Брониус пишет. За 4 дня собрали 4,7 миллиона евро. Это на Байрактар для Украины. Дочка знакомой, 8 лет, все свои карманные деньги переслала на Байрактар. Вот это вот да, ребята. Молодцы. Так, смотрим. Макрон и Шольц потребовали прекратить огонь на Украине. А с кем они говорят? Пейтесь об стену оба. С Путиным они говорят. Так, что еще? Макрон и Шольц заявили Путину о необходимости снятия блокады с Одессы. Они много о чем с ним говорили, но это же все бесполезно. С ним говорить-то невозможно. Так, что еще? Джонсон пообещал Зеленскому помочь с поставками зерна. Вот это конкретный мужик. Вот так вот. Молодец. Так, турецкие войска обстреляли населенные пункты на севере Сирии. Ну, давайте выдавливайте оттуда. Русню. Так, Испания разместит ракеты в Латвии из-за возможного вторжения России. Ну, правильно, конечно. Так, что тут еще, ребята? Реал Мадрид вчера выиграл у Ливерпуля в риге чемпионов. И теперь, а-а-а, Реал чемпион. Я представляю, что в Мадриде творилось вчера. Ну, так, ребята. Хорошо. Это для футболистов. Зинов, привет. Так, что тут еще? Сборная Канады одержала... А что это у меня спорт пошел? Одержала крупную победу над Чехией и вышла в финал чемпионата мира 2.0.22. А где же российские хоккеисты? Они вот, да, вот они сидят, они из-за ворот шайбы подают. Самое то... Так, что еще? Магистральный самолет. Как развивается программа по созданию российского лайнера МС-21? Да ну, никак. Ну, никак. Вообще никак. Так, а это что такое? Ну, теперь самолеты. Левитин заявил... Кто такой Левитин? Министр транспорта. Заявил, что Россия может снова создать пассажирский сверхзвуковой самолет. Ну, давайте, создавайте и летите. Вот садитесь все и летите. Так, что еще? Все за рубли. Кришас высказался об оплате поставок зерна и удобрений. Все за рубли, только за рубли. Это вот, в принципе, это идиотизм, конечно. Ну, вот они все. Путин сказал, ну, давайте. Вот тут еще у меня. Раисия. Чего? А, россияне стали лидерами. Лидерами точно не П? Нет, лидерами. По числу созданных иностранных компаний в Турции. Бегут россияне в Турцию. Надели фесочки и побежали. Так, это что такое? Россиянам назвали альтернативу банковским вкладам. Так, золото и облигации. Облигации. Да. Помните? Манька, облигации. Да. Угу. Облигации закупайте. Я вам вчера говорил. Будут выпускать опять. Так. Нарколог предупредил об опасности алкоголя на пляжном отдыхе. Интересно. Ну, в общем-то, да, сезон пошел. Ну, что, нарежутся и это буль-буль. Так, что еще? В российском городе заметили смерч. Ну, вот нарезались как раз и заметили смерч в районе озера Мелкого. Ну, мелкое совсем озеро. Екатеринбург. Да. Смерч, смерч. Так. Ладно, хорошо. Загитова взорвала интернет. Теперь все, не будет интернета. Загитова его взорвала или взорвала. Ну, вот так вот. Все, с интернетом конец. Ах, вот она что. Она взорвала интернет. Фото в шикарном черном купальнике. Так. Седан марки УАЗ. Как он мог бы выглядеть? Могут ли на Ульяновском автозаводе начать выпускать не только внедорожники? Ну, конечно, могут. Да. Что тут еще? А что-то выскочила реклама, как правильно подобрать бюстгальтер. Ну, странно. Как? Не надо их разбрасывать, чтобы потом не пришлось подбирать. А то жена придет и скажет, это чей? Чей валяется? Это твой. Нет, не мой этот большой. Так. Жительница набережных Челнов заявила, что ее дачу заняли чужие люди. Такого нигде нет. Только на карме. Законопроект о движении молодежи рекомендован к принятию в первом чтении. Ну, давайте двигайте молодежь куда-нибудь. Так. На уральской базе отдыха загадочно исчез мужчина. Господи. Так. Угу. Так. Маш. Ну, Маш. Это какое-то издание. Узнал, какие блюда исчезнут из Макдональдс в России. Да вы только русских туда пустите. Оттуда вообще все. Все унесут. Все блюда и все там, что есть. Стаканчики. Так. Сатановский назвал Путина единственной причиной существования Германии. Ну, дебила выпустили Сатановского. Так. Это что еще? Пузырь надувается. В РФР вновь начинается лавина выдачи кредитов. Ну, так вот. Кредиты выдают. Так. Это что? Люди выбегают на улицу в центре города, эвакуировали торговый центр. Это где? В Самаре в субботу 28 мая. Да, это вчера. Да. Всех эвакуировали. Так. Собака с милицией приехала. Так. Директор школы уволилась после БДСМ вечеринки на выпускном. Нифига себе выпускной, да? Да. Директор школы во Владике, Владивосток, да? Увольняется по собственному желанию после костюмированной вечеринки выпускников. Ха-ха-ха-ха. Так. Несколько юношей были одеты в костюмы зайчиков с черными масками. А одна из девушек в форму полицейского. Так. И что? Твиттер пошел. Ватники пишут. Пусть вместо Макдональдса откроют заведение, где будут подавать русскую еду. Самсу, плов и шашлыки. Давно ли это русская еда? Шольц и Макрон также призвали Путина освободить 2500 украинских защитников Азов-Стали, взятых в плен в Мариуполе. Ну, так, Господи. Бесполезно же это все. Неужели непонятно с Путиным говорить? О, в городах Европы 28 мая, это вчера, начинаются мирные уличные акции в поддержку предоставления Украине статуса кандидатов члена ЕС в июне. Так, сегодня уже прошла акция в Праге. Акции пройдут также в Милане, в Вене, Брюсселе, Берлине, Париже и Варшаве. Вот такие дела, ребята. Так, нехватка поддовольствия, его высокая цена и дефицит удобрений, вызванные войной Россией с Украиной, приведут к тому, что число голодающих в мире достигнет 200 миллионов. Вот так. Так, что еще? Такой страницы не существует. А что же мне тут было-то? Что, вот интересно же. Шольц и Макрон в городах Европы. Ага. Это профессор Талк пишется, пишет в твиттере. При повторной попытке покинуть Украину у Порошенко случился Арестович. Да, Порошенко. Но я вам вчера рассказывал. Хотел покинуть Украину. Не то, что сбежать, там на какой-то конференции. Второй раз его не пустили, вот у него случился Арестович. Здесь комментарий хороший, мне тоже понравилось. Как бы ему Зеленским дом, лоб не помазали. Зеленским помазать лоб. Да, правильно. РПЦ обязала россиян креститься четырьмя пальцами во имя Отца, Сына, Святого Духа и гаранта безопасности. Так, чехи помнят 68-й год намного лучше, чем венгры 56-й. Да, правильно. Венгры там воду мутят в Европе. Так, суперджеты, фотографии. Суперджеты в Шереметьево без движков. Сегодняшнее фото подписчика. Процесс пошел. Да, без движков. Ну, снимают, наверное, на другие переставляют. Я вам говорю. А зачем вам двигатели? Вот тут комментарии. Лошадей запрягут и порядок. С птицей тройкой долетят куда надо. Ну, кто-то отвечает. Возможно, и лошадей скоро не будет. Да, тут предлагают бурлаков, стерхов. Так, что еще? Это Беларусь. Сегодня отмечает 1160-летие. В честь этого парадом по городу... О, парад, да. Прошли комбайны. Парадом комбайны. Погрузчик с досками. Пекарь. Ну, какой-то пекарь. Два батона таких здоровых несет. И эльфы. Да, вот эльфы идут. Зачем? Непонятно. Непонятно. Ну, ладно. Хорошо. Радио «Свобода». 28 мая 2022 года, это вчера, исполнилось 35 лет со дня посадки в центре Москвы у собора Василия Блаженного, недалеко от Красной площади и стен Кремля легкомонторного самолета, которым управлял 18-летний немецкий пилот-любитель Матиас Руст. Помните, да? Да, это вот так, 35 лет. Это 87-й год, да. Я уже отслужил. Ну, я вот как раз жив в Подмосковье в то время. Да, это было. Путин шантажирует... Это Кира Ярмаш пишет. Путин шантажирует мир голодом, даже эффективнее, чем ядерной кнопкой. Вообще не стесняется. Или снимайте санкции, или вам нечего будет есть. Интересно, Запад сейчас-то хоть понял, с кем имеет дело? Или всё ещё боится разозлить Путина? Не знаю. Так, Жанна Агалакова, уволившаяся с Первого канала, даёт интервью Би-Би-Си. В нём она посоветовала россиянам, которые верили ей... Я помню Жанну Агалакова. Выключить... Советуют выключить телевизор, потому что это машина для промывки мозгов. И то, как они... Вот её слова. И то, как они делают это, как промывают мозги населению, сводят меня с ума. Она с ума не сошла, она уехала куда-нибудь там. В Би-Би-Си она уехала. Так. СБУ, это украинская армия, заявила об аресте активов Роснефти в Украине. Вот так арестовали. Арестовали активы. Так, хорошо, правильно. Так, что ещё? Доверять Путину – это всё равно, что верить клятве наркомана, слезам проститутки или улыбке прокурора. Правильно. Так, что ещё? В сегодняшнем разговоре Путин сказал Шольцу Макруну, обоим, да, вот два дебила, «Сделайте всё, чтобы Украина не получила от американцев тяжёлое оружие, иначе у вас будут проблемы». Собственно, это всё объясняет в поведении этих когда-то великих стран. Ну, Путин угрожает напрямую, да. «Сделайте всё, чтобы Украина не получила от американцев. Не от вас, а от американцев». Так, интересно. А вот это кто такой тут выступает? Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. «Сейчас нам передано столько гарпунов, что мы можем потопить весь Черноморский флот РФ». Это вот противокорабельные ракеты «Гарпун» американского производства. «Администрация Байдена одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня». Вот так вот и тут подписано. «Спасибо деду за победу». Да, вот так. Молодец. Так, это что такое? О, любителям русского мира на заметку. «В Петербурге, прямо на Дворцовой площади, во время праздничного концерта, зовут подписать контракт, чтобы отправиться воевать в Украину». «Похоже, возникла какая-то необходимость на фронте. Страна в вас нуждается». Да, вот мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Нифига себе. «Семь тонн титана украли со склада холдинга тактическое ракетное вооружение». Это где, где, где? Вызвели... Так. А, вот. «Представители крупнейшего в России поставщика оружия уверяют, что преступники сделали липовую доверенность, проникли на склад в Королёве, так это возле Москвы, и вывезли семь тысяч триста девятнадцать килограмм сырья с томостью восемнадцать миллионов рублей». Нифига себе. «Семь тонн титана, да?» «Украли». «Ммм...» «Так...» «Это ж надо вывезти, это тяжело, семь тонн-то». Ладно, хорошо. О, ребята, в набережных Челнах слепому инвалиду-колясочнику с ДЦП прислали повестку в армию. В местном военкомате каким-то образом потеряли все документы и решили, что он уклоняется от службы. Слепой, инвалид, колясочник и ещё с ДЦП. Так, что тут ещё? «Гринпис поддерживает российское машиностроение». Цитирую. Цитирую. Так, двоеточие кавычки. «Автомобиль, который не ездит, не портит воздух». Правильно, да. Хорошо. И последнее у меня чего? Знаете, есть такие матрасы. Ну, вот в Америке, во всяком случае, есть. Но, наверное, в России тоже. Значит, матрасы с эффектом памяти. Слышали, да? Ну, вот этот парень какой-то пишет. Покупаешь матрас с эффектом памяти. И вдруг матрас... Значит, двоеточие. Помнишь, ты в пионерлагере пригласил девочку на танец? А она отказалась. И нифига себе, матрас с эффектом памяти он все помнит. Ребята, на утро все. А там дальше видно будет. Пока. С вами доктор Влад.